Сейчас мы его перевяжем и потом медикам передадим. Пока у одного студента сломала ногу импровизированной балкой, другой мучается от гвоздя в руке. И всем им надо быстро оказать первую медицинскую помощь. Это одно из заданий Фиджитал Игр в зоне особого внимания от Алтайского педагогического университета. Шесть, семь, восемь, девять, пять, десять. Фиджитал Игры, набирающие популярность в виде цифрового и физического спорта. Организаторы этих соревнований решили сделать упор на ОБЖ. Здесь к каждой реальности нужен свой подход, особенно при оказании помощи раненым. Очень хорошо, хорошая психологическая помощь была направлена в эту сторону. То есть разговоры с потерпевшим всегда помогают ему успокоиться, потому что я испытывал чувство страха. После разговора у меня чувство страха уменьшилось. На симуляторе в какой-то степени легче. Хотя бы никто не кричит, однако разобраться с ним не так просто. Но с управлением помогут. Главное – знать последовательность действий для выполнения ТЗ. Оно, кстати, заключается в том, чтобы определить и устранить причины плохого самочувствия работника завода. Симулятор помогает сначала саму ситуацию промоделировать и посмотреть, как себя можно в этой ситуации вести. А потом уже можно и в реальности пробовать. Тогда уже нет такого страха, что ты что-то сломаешь и неправильно сделаешь. Современное направление – работа с беспилотниками. Оно для фиджитал-игр считается традиционным. И, пожалуй, самым логичным. Ведь перед тем, как по-настоящему подняться в воздух, пилоты проводят десятки часов в симуляторе. Однако к большей части испытаний участники все же готовились без компьютеров. Ездили в пожарную часть, изучили все моменты, как залазить, сноровку, как одевать, раздевать. Все вот это изучили. Что самым сложным показалось? Показалось, залазить по лестнице на второй этаж. Трудновато. Другая классическая фиджитал-связка, которая подходит под ОБЖ – это Counter-Strike и Laser Tag. Эти две игры как нельзя лучше научат управляться с оружием. А вот с ориентированием поможет квест. У нас есть бродилка виртуальная, в которой участники будут ориентироваться по карте и находить какие-то точки, которые мы им задали. А, соответственно, в реальном пространстве то же самое, только бегать по лесу и искать эти контрольные пункты, уже ориентируясь по реальной карте, а не по виртуальной. Подобные фиджитал-игры по ОБЖ в Алтайском крае проводят впервые. И они уже вызвали резонанс по всему сибирскому федеральному округу. Поучаствовать решили студенты из Новосибирска, Хакасии и Удмуртии. Из двухсот заявок отобрали 70 человек. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.